Всем привет, друзья! Вы на канале MyGadget. Сегодня мы подготовили для вас 5 крутых моделей игровых наушников до 10 тысяч рублей и пойдем от дешевых к самым дорогим. А также разберемся, влияет ли тип подключения на звук и почему не стоит отказываться от наушников с USB. Можно ли получить объемный звук в бюджетных наушниках или A7-1, остается только мечтать. В каких случаях возможность отключения микрофона спасет вашу репутацию? Когда внешний микрофон может мешать игре и почему встроены, это всегда компромисс. И можно ли найти беспроводную модель с модной подсветкой от известного и надежного производителя. А еще мы приготовили лайфхак, смотрите видео до конца и узнаете, как связаны наушники и бананы. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить обзоры на другую геймерскую технику. Недавно мы делали обзор на игровые кресла, подсказка будет вверху. А мы начинаем. Итак, какие критерии мы учитывали при составлении рейтинга? Звучание. Обычно стереонаушники мы обошли стороной и подобрали модели с объемным звуком, которые могут воспроизводить больше каналов. Эдакий домашний кинотеатр только в наушниках. В играх такое звучание поможет понять, где находится ваш противник. Распознаете по шорохам, не дожидаясь нападения. И сразу добавлю, при покупке важно учитывать технические характеристики, но при подключении к разным устройствам звук может меняться. Именно поэтому кто-то в отзывах расхваливает модель, а кто-то ставит низший балл. Самый яркий пример – типы подключения. Через USB вы используете звуковые мощности наушников. Они могут быть хуже или лучше, чем на вашем ПК. Через два стандартных миниджека на 3,5 мм довольствуйтесь качеством своей звуковой карты. Микрофон. К нему требования базовые. Четкая передача голоса. В идеале только вашего голоса. В нашем рейтинге модели с разным типом чувствительности. Так что уж простите за тавтологию, почувствуйте разницу. И снова небольшая оговорка по поводу подключения. Через USB звук передается чище, чем через миниджеки. Может фонить. И еще один важный момент. Гарнитуру со студийным качеством звука за 3, 5, 10 тысяч вы не найдете. Поэтому если собираетесь записывать стримы, рекомендуем купить отдельный микрофон. Удобная посадка. Если уши превратятся в лепешку через 3 часа игры, никакой звук не сможет это перекрыть. Так что с этим критерием мы были особенно строгими. И отобрали модели с удобными мягкими амбушюрами. Скажу сразу. Мы отказались от сравнения с гарнитурами неизвестного происхождения. А намеренно решили столкнуть лбами производителей техники с громким именем. Sven, Afotech, Razer, Logitech и Sony. Но мы всегда открыты к предложениям. Поэтому если вы считаете, что рейтинг бюджетных ноунейм гарнитур нужен, пишите в комментариях, и мы сделаем такую подборку. Что ж, принцип выбора модели понятен. Не будем затягивать. И погнали. Пятое место. Sven APG988MV. Цена на момент записи ролика – 1400 рублей. Это не совсем стандартный рейтинг. Мы начинаем с самых бюджетных наушников и будем двигаться по нарастающей. Так что модель на пятом месте может запросто оказаться круче модели на первом. Так ли это, узнаете, досмотрев видео до конца. Что касается наушников от Sven, это как раз тот случай, когда покупаешь новую игрушку для ПК или приставки, а на сдачу забираешь наушники. Давайте скорее посмотрим, на что они способны. Давайте начнем сразу со звука. Чувствительность у наушников 108 дБ. Благодаря ей вы получите неплохую детализацию в играх. Шаги рядом слышны отчетливо. Ну а выстрелы, само собой, звучат очень насыщенно. Есть ли у наушников, которые стоят около 1500 рублей, виртуальный объемный звук 7.1? Очень бы хотелось, но нет. Если вы геймер-любитель, не почувствуете разницу. Если профессиональный игрок, такие наушники могут вам стоить жизни. В игре, конечно же, в игре. Шумоизоляция работает на троечку. Если в наушниках есть звук, разговоры рядом вы не услышите. Отключите звук, разберете каждое слово. Микрофон у наушников гибкий. Угол наклона можно настроить под себя. Чувствительность у микрофона небольшая, минус 58 дБ. Шепотом разговаривать не советуем. Активного шумоподавления нет, так что ваши собеседники будут слышать и вас, и все, что происходит вокруг. У наушников ожидаемо дерзкий дизайн. Основной материал черный матовый пластик. Сразу бросаются в глаза большие амбушюры с неподвижным креплением. С одной стороны, производитель ограничил количество соединений, и конструкция стала крепче. С другой, наушники под себя не особо ты и подстроишь. Амбушюры покрыты искусственной кожей, как и накладка с внутренней стороны оголовья. Диапазон регулировки высоты 2,5 см с каждой стороны. Посадка у модели комфортная. Амбушюры плотно прилегают, благодаря стальной пластине, которая служит каркасом для наушников. Регулятор громкости, включение и выключение микрофона расположены слева. Как вы понимаете, на сенсорные кнопки рассчитывать не приходится из-за цены. Микрофон включаем перемещением тумблера. Громкость регулируем колесиком. Гарнитуру можно подключить к смартфону или планшету. Разъем стандартный, миниджек. Также в комплекте есть метровый удлинитель для подключения к ноутбуку или ПК. Итак, какие же плюсы есть у модели до 2000 рублей? Плюсы. Соотношение цена-качество. Неплохая детализация звука. Минусы. Неподвижное крепление амбушюр. Неудобная регулировка звука. У модели на Яндекс.Маркете рейтинг 4,6. Посмотрим, что говорят пользователи. Алексей отметил качество звука, но не оценил способ включения и выключения микрофона. И мы с ним полностью согласны. Обычная кнопка была бы удобнее. Давайте подытожим. Цена наушников явно сделала свое дело для популярности модели. Да, возможно им не хватает функциональности, но за свою цену они работают на твердую пятерку, хоть и без объемного звучания 7,1. Так что даже несмотря на расстановку моделей в нашем рейтинге, наушники от Sven так и так заняли бы пятое место. Ссылку на самую бюджетную модель нашего рейтинга оставляем в описании и переходим к более дорогой. Окажется ли она круче? Четвертое место. Bloody G530. Цена на момент записи ролика 2800 рублей. Модель тоже из бюджетного сегмента, но дороже предыдущей. В отличие от Sven'овских наушников, обзавелась одной из популярных фишек. Подсветкой. В этом ценовом диапазоне такое решение редкость. А есть ли разница в звуке, работе микрофона и посадке? Сейчас узнаем. Чувствительность у наушников не сильно отличается от предыдущей модели. 105 дБ. У модели есть виртуальное объемное звучание 7,1. А значит, помимо стандартного понимания, откуда идет звук справа или слева, вы сможете точнее распознать расположение этого самого источника звука. Спереди он находится или сзади. Так что с детализацией однозначно все в порядке. Позицию противника распознать можно без проблем. И это главное. Шумоизоляция у наушников есть. В принципе, не сильно слышно, что происходит вокруг. Но и сказать, что вы в танке, тоже не получится. И вот мы добрались до микрофона. И тут прям есть, что сказать. Во-первых, кнопки отключения у микрофона нет. Так что если мама решит сказать, что вы ее пирожочек, это услышат все. Вторая особенность – подсветка микрофона. Во время игры она неплохо так отвлекает и мешает сосредоточиться. Благо микрофон гибкий и можно изменить его положение. Но в ночные сессии от этого не легче. Чувствительность у микрофона неплохая. Собеседник будет отлично слышать вас и того, кто продолжает повторять про маминого пирожочка. В общем, вы поняли. Звук, правда, хороший. Мы бы даже сказали идеальный для такой цены. Посадка у наушников максимально комфортная. Оголовье мягкое, амбушюры тоже. Играйте хоть всю ночь, но не забывайте об отдыхе. Амбушюры у Blady G530 не отличаются от предыдущей модели по размеру. Также покрыты искусственной кожей, зато конструкция стала подвижной. Металлическая душка хорошо гнется и под ней расположено мягкое оголовье. Можно настроить наушники под себя. А теперь главная фишка модели. Красная подсветка. Загорается она сразу после подключения наушников к устройству. Если знаете, за что геймеры так любят подсветку, пишите в комментариях. С подключением все просто. Кабель USB. Преимущества данного подключения мы уже озвучили ранее. Длина кабеля 1,8 метра. В общем, будет где развернуться. Итак, какие же преимущества модели мы выделили? Плюсы. Удобное оголовье. Длинный кабель. Подсветка наушников. Хорошее шумоподавление. Объемный звук. А теперь поговорим о минусах. Нет кнопки отключения микрофона. Подсветка микрофона. Перейдем к отзывам. Рейтинг у товара на Яндекс.Маркете 4,6. Посмотрим, что говорят покупатели. Анатолий и его собеседники в Дискорде оценили качество звука. А вот подсветкой микрофона Анатолий остался не очень доволен, но нашел выход из ситуации. Подведем итог. Если бюджет на наушники ограничен, но вы хотите получить стильный и качественный гаджет, Блади G530 идеальный кандидат на эту роль. Здесь вам и объемный звук, и хорошее шумоподавление. Ссылку на модель оставили в описании и идем дальше. Впереди у нас дорогие модели. Посмотрим, что производители готовы предложить за большую цену. И третье место занимают Razer Black Shark V2X. Цена на момент записи ролика 4050 рублей. Можно сказать, что мы отошли от бюджетных моделей. Наушники дороже предыдущих моделей, но это не предел нашего рейтинга, поэтому гаджет уверенно разместился на третьем месте. Хотя если взглянуть на технические характеристики, по ощущениям они не сильно изменились. Давайте разберемся, есть ли разница. Звучание очень сбалансированное. Чувствительность 100 дБ. Чтобы включить виртуальный 7.1, необходимо скачать приложение Surround Sound и ввести код активации из комплекта. Так при игре отлично будут слышны шаги и любые шорохи. В общем, противника вы точно не упустите. Наушники позволяют передать атмосферность игры. И это главное. Шумоизоляция довольно неплохая. Если вы в наушниках, а рядом кто-то разговаривает, вы этого не услышите. Звук из ваших наушников также никого не побеспокоит. Микрофон у моделей несъемный. Угол наклона можно настроить под себя. Есть поп-фильтр, который исключает записи посторонних шумов. Он, кстати, довольно объемный и в первое время может немного отвлекать от игры. Зато ваши собеседники однозначно оценят четкость речи. Чувствительность хорошая, минус 42 дБ. Так что лучше держите микрофон хотя бы в 5 сантиметрах от рта, чтобы никто в чате не слушал ваши вдохи и выдохи. С посадкой наушники тоже не подкачали. Держатся на голове хорошо, плотно прилегают к ушам. И в принципе, после нескольких часов игры нет желания поскорее их снять. Посмотрим на внешний вид. Наушники чем-то напоминают вертолетные. Выполнены из черного пластика. Металл проскакивает только у регулировки подголовья. Металлические дужки выглядят очень тонкими и есть риск погнуть их при сильном нажатии. В общем, пользуемся аккуратно, друзья. Крепление у амбушюров подвижное, регулировка немного непривычная и тугая. С каждой стороны есть запас около 4 сантиметров. Также можно настроить поворот чашек до 50 градусов. Амбушюры также покрыты искусственной кожей, как и накладка с внутренней стороны оголовья. Для включения и выключения микрофона есть небольшая кнопка на левой чашке. Пользоваться ей однозначно удобнее переключателя. Регулировка громкости удобная. Есть отсечка на 50% громкости. Гарнитуру без проблем можно подключить к любому гаджету. Разъем миниджек. Провод практически полтора метра. Плюс переходник для ПК еще на полтора метра. В общем, на привязи сидеть не придется. Плюсы и минусы модели. Плюсы. Атмосферное звучание. Хороший микрофон с шумоподавлением. Удобная регулировка громкости. Минусы. Тонкая вилка оголовья. Легко сломать. На Яндекс.Маркете у модели стоит рейтинг 4,7. Давайте посмотрим, что отмечают пользователи. Александр оценил качество материалов, удобную посадку и звук. А шумоподавление оказалось даже больше, чем нужно. Подытожим. Со своей основной задачей, а это полное погружение в игру и комфортный диалог в чате, наушники справляются очень хорошо. И это как раз тот случай, когда за среднюю цену можно получить максимум. Ссылку на модель оставили в описании. Идем дальше. Второе место. Logitech G435. Цена на момент записи ролика 6630 рублей. Это первая беспроводная модель в нашем рейтинге. Наушники максимально легкие, очень удобные и, как следствие, более дорогие. Поэтому по праву занимают второе место. Посмотрим, есть ли что-то, что упустил производитель. Звук у наушников сбалансированный. Задержки нет. Отчетливо слышно все происходящее. Громкие звуки распознаются на ура, а басы не бьют по ушам. Благодаря технологии Dolby Atmos звук становится более объемным и появляется ощущение 3D эффекта. А вот шумоизоляция в наушниках подкачала. Так что окружающие будут в курсе всего, что вам говорят собеседники в чате. Теперь пару слов о микрофоне. Мы его не видим на корпусе. Так компания сократила вес модели. Но сам микрофон есть. Точнее даже два. Но расположение сказывается на качестве. Собеседникам слышно, что вы находитесь где-то далеко. Есть эхо, а сам голос немного искажен. Но есть и плюсы. Вам не придется постоянно отодвигать микрофон от рта, когда вы решите выпить очередную кружечку кофе. А вот в чем Logitech G435 впереди всей планеты, так это в посадке. Наушники очень легкие и совершенно не чувствуются на голове. Так что если вы собираетесь выйти из дома, посмотрите на себя в зеркало. Скорее всего наушники до сих пор на вас. Внешний вид наушников очень лаконичный. Основной материал матовый пластик, который на 22% состоит из переработанных. Так что ваши наушники будут не только стильными, но и экологичными. Оголовье хорошо гнется, но тканевое. Снять для стирки нельзя, а протереть как эко-кожу не выйдет. Амбушюры тоже тканевые, благо съемные. Эко-кожи тут нет. С одной стороны уши в таких наушниках будут меньше потеть, с другой шумоизоляция стала сильно хуже. Сами чашки неповоротные, возможно будет неудобно подстраивать их под себя. Расположение управления привычное. Слева и оно полностью кнопочное, без рычажков и крутилок. Есть кнопка включения наушников, включения и выключения микрофона. Громкость на плюс и минус. Гарнитура без проблем подсоединяется к любому гаджету и беспроводное соединение однозначно большой плюс данной модели. Ваши движения не будут скованы. Подключить наушники можно по блютузу и использовать радиоподключение. Для этого установите USB-передатчик в ваш ПК или ноутбук. Таким образом, звук будет передаваться быстрее без прерываний и задержек. Наушники работают до 18 часов без подзарядки, а радиус действия подключения 10 метров. Но это без учета стен, с ними конечно выше. Что ж, теперь самое время разобраться с преимуществами и недостатками. Плюсы. Самая легкая модель в нашем рейтинге. Экологичные наушники. Удобная посадка. Длительная работа без подзарядки. Беспроводное подключение. И как мы уже говорили, есть и недостатки. Микрофон искажает голос. Проблемы с шумоизоляцией. Рейтинг на Яндекс.Маркете 4,7. Теперь давайте посмотрим, что говорят покупатели. Геннадий оценил качество звука, возможность подключения по радиоканалу и очень удобную посадку. К микрофону у него есть претензии. Рекомендую докупать отдельно. Что можно сказать по модели? Наушники однозначно легкие и удобные. Беспроводное соединение тоже круто. В целом вариант неплох, но на встроенный микрофон мы бы даже не рекомендовали возлагать большие надежды. Готовьтесь к тому, что собеседники могут слышать вас помехами и попросить придвинуться к микрофону ближе. Ссылку на беспроводную модель также оставляем в описании и идем дальше. Первое место. Sony Pulse 3D. Цена на момент записи ролика 8 тысяч рублей. Мы добрались до самой дорогой модели в нашем рейтинге. Посмотрим, какие фишки она может предложить и разберемся в значении 3D в названии. И сразу забежим вперед. Хоть места в нашем рейтинге распределялись исключительно по цене, звук у наушников действительно лучший из всех представленных моделей. Можно сказать, что первое место действительно заслуженное. Итак, звук. И он действительно крут. Играя на PlayStation 5, вы получаете объемное 3D звучание, по ощущениям напоминающее звук в кинотеатрах IMAX. Детализация выше всяких похвал. Вы четко понимаете, где находится противник. Причем не только слева-справа, а выше или ниже, за стеной или через одну комнату. Если играете на ПК, такого мощного эффекта нет, но объемность все равно сохраняется. Из всех моделей в нашем рейтинге звук у Sony однозначно лидирует. Микрофон у модели 2, тоже встроенный. Звук на уровне. Можно проверить при помощи кнопки управления. Видимо, для этого ее и сделали. Из серии. Не верите в качество звука? Слушайте сами. Окей, Sony, мы верим. Посадка обычная. Понятно, что без какой-либо регулировки добиться идеала будет сложно. Гарнитура стилизована под PlayStation 5 и позиционируется как аксессуар для приставки, но по факту она коннектится с любым ПК. Подключаться можно как при помощи проводного соединения, так и через беспроводной адаптер. Чашки и оголовья сделаны из матового пластика. Такая своеобразная литая конструкция немного смущает. Есть ощущение, что она вот-вот сломается. Есть вопросы и качество пластика. Не покидает ощущение дешевизны. Под оголовьем есть упругая подвеска. Больше никакой регулировки высоты или угла наклона у наушников нет. Амбушюры из кожи чашки неповоротные. И это очень неудобно. Сдвигаете одно ухо и наушники начинают ехать целиком. Управление полностью кнопочное. Визуально очень аккуратное, но по факту неудобное. Кнопки тяжело нащупать и еще сложнее понять, что именно вы нащупали. Кнопку включения наушников или микрофона. Регулировку громкости игры и разговоров или кнопка контроля своего голоса. Наушники работают до 12 часов без подзарядки. Радиус действия беспроводного подключения 10 метров. Но на практике рассчитывайте на половину этого. Всему виной снова стены. Плюсы и минусы модели. Плюсы. Стильный корпус. Чистый звук без искажений. Объемное звучание. Функциональные кнопки. Минусы. Качество пластика. Неповоротные чашки. Неудобное управление. Перейдем к рейтингу. На Яндекс.Маркете видим 4,8 балла. А теперь посмотрим, что говорят пользователи. Никита отметил качество звука, небольшой вес наушников, а также оценил комфортную посадку. Но у него, как и у многих пользователей, претензии к кнопкам управления. Подведем итоги. Хороши ли Sony Pulse 3D в деле? В плане звука, безусловно, да. Но вот в целом исполнение оставило неприятный осадок. Такое можно было бы простить китайскому ноунейму в бюджетном сегменте. Покупать эти наушники или нет – ваш выбор. Мы считаем, что цена завышена из-за принадлежности к PlayStation. И производитель не особо заморачивался над общим качеством. Друзья, наш рейтинг игровых наушников подошел к концу. Надеемся, вы смогли найти модель, которая оправдала бы ваши ожидания. Мы также хотели показать, что не стоит опасаться низких цен, ведь неплохой товар можно найти в бюджетном сегменте. А раскрученность бренда не всегда гарантирует качество по всем фронтам. Расскажите в комментариях, а что для вас важно в игровых наушниках. Простите производителю хлипкий пластик, если звук будет огонь, или может для вас важнее удобство управления. В общем, мы будем очень рады вашей обратной связи. Кстати, про бананы. Ловите годный лайфхак. Подставка под бананы – самый удобный вариант для хранения гарнитуры возле ПК. А вот сами бананы вешать оказалось неудобно. Спасибо за внимание, не забудьте подписаться, если до сих пор этого не сделали. А с вами на связи был канал MyGadget. Всем пока!